Их встречают как победителей. Тех, кто смог реализовать свои способности, свои знания, все, что дала им альмаматор. В Южном институте менеджмента с таким воодушевлением встречают своих воспитанников. В ВУЗе регулярно проводятся пресс-конференции на тему актуальных вопросов обучения и трудоустройства. Но это не протокольное мероприятие, подчеркивает помощник проректора по воспитательной работе Ирина Никитина. Это возможность узнать от первоисточника, существует ли реальная проблема с трудоустройством. Проблема действительно существует, но у тех людей, у которых финансовые ожидания завышены. Дмитрий убежден, что завышенные ожидания – тупик для молодого специалиста. Здоровый реализм – прочный фундамент для карьеры. Сам он, еще будучи студентом, по направлению института попал на практику в банку ВК, прошел стажировку, устроился на работу. Пять лет работы в разных банках и сегодня Дмитрий в свои 25 – начальник отдела развития розничного бизнеса Бинбанка. Студентам есть где проявить себя. Социальными партнерами ЮИМа в сфере менеджмента, экономики и предпринимательства являются крупные банковские структуры и ведущие предприятия Кубани. Стратегическая задача ректората – дать возможность студентам задолго до диплома почувствовать себя в профессии. Оксана Кислицына выбрала специализацию «Мировая экономика». Оксана – выпускница факультета Высшая школа международного бизнеса образца 2007-го. Сегодня она – ведущий специалист отдела обслуживания физических лиц Балтинвестбанка. В моем случае проблем трудоустройства не было. И с теми людьми, с которыми я училась, тоже такой проблемы не возникло. Все трудоустроились, кто в банке, кто в администрации, кто в какие-то компании или организации. Желаю, чтобы все выпускники нашли себе достойную работу. Студенты завалили выпускников вопросами – какая стартовая зарплата? Какая у вас марка машины? И можно ли устроиться к вам на практику? И котируется ли красный диплом? Обладатель красного диплома Дмитрий считает, что прежде всего диплом должен соответствовать содержанию. Поделились выпускники и своими трудностями. Естественно, опыта работы не было. Восемь раз пыталась попасть на организацию бухгалтером работать. Естественно, до свидания, так как нет опыта работы. Сегодня Армине преподает на родном факультете, готовится к защите диссертации. Звучали и провокационные вопросы. Если бы возможно было вернуть время назад, вы поступили бы в этот же институт или выбрали другой. И почему? Нет разницы, где мы учимся. Есть разница, хотим ли мы учиться или нет. Ольга Овчинникова, в прошлом активистка студсовета, сейчас занимает должность экономиста планового отдела Института повышения квалификации. Выбор я бы не изменила. На память о встрече выпускники получили цветы, сувениры и именные пропуски в родной институт.